Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Синтра Привет, Брайан Что такое? Я не знал, что в Синтре было что-то подобное Это цифровая библиотека В компании есть собрано более 10 миллионов книг и старей... Так, статей Я люблю проводить свободное время, сканируя и исправлять материал Сейчас я детально анализирую молоть ведьм, которые ты принёс мне раньше Завораживающая книга, ты не знал, что для завершения сделки с дьяволом ведьмы должны выпить его крови? Фу, кстати говоря, по-моему я нашёл подсказку Вы показали фотографию с Синтри Ты нашёл это? Где ты её взял? Я пошёл в отдел яд... Почему ЕАДРОВ? Ядров, кадров, наверное В отдел кадров на четвёртом этаже И там был огромный рот в стене Она сказала, что это мой друг и хочет помочь поймать ведьму Что-что? Ты рассказал ей, что ты охотник? Нет, я ничего ей не рассказывал, но она у меня уже узнала об этом Я не знаю, как это объяснить Но я почувствовал, что она разговаривала с ведьмой От неё у меня были мурашки Анализ фотографии Ты знаешь, кто они? Да, это семья Синтра Синтракор было создано в 1951 году Джао Синтрой На фотографии, кроме патриарха Изображены его жена Сью Так, Сью Ин И его дочь Рэй Синтра Ты немного похожа на неё, не так ли? Верно, судя по записи компании Рэй Синтра умерла в 11 лет Семья была так печалена, что когда меня создали Они хотели сделать меня по её образу и подобию Итак, а кто девушка с поражённым лицом? Судя по росту и платью, она может быть другом девушки примерно того же возраста Но я не уверена, что у неё есть так Что у семьи больше не было наследников Возможно, что она подруга Рэй Но по этому изображению нельзя определить её личности Ты думаешь, что стоит поговорить с кем-то из семьи? Личная идея, но боюсь, что никогда не осталось в живых Последний член семьи Синтра умер В 1983 году Эх Ну, пожалуй, я могу немного отдохнуть И поискать другие улики в столовой Есть одна вещь, которую я не могу понять Почему ведьма дала тебе это изображение Но она не совсем не его дала Она использовала его в качестве ловушки Чтобы я приблизился к ней И она могла атаковать меня Я смог её обхитрить и взять фотографию Мы не знаем, вдруг это ещё одна ловушка Но в... Но в то же время Это лучшая зацепка, которая у нас есть Я хотел книги посмотреть Вдруг там книги можно прочесть Брайан, тебе надо будет найти информацию о семье Синтра Мы должны узнать, кем является другая девушка Но как, ты только что сказал, что они все мертвы А так Останки семьи Синтра захоронены на востоке этажа Отправляйся туда и выясни всё, что можешь Фу Ну ладно Ну ладно Это означает, да, я схожу туда и всё разузнаю Я знаю, что это значит, Брайан Но я не заметила перемены в твоем поведении Ты сказал мне, что ходил в отдел кадров, не так ли? А? Что ты там делал? О, да, ну я помогал Кейт, коллеге из Улья Она твоя девушка Что? Нет, 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 нет Она не моя девушка Её зовут Кейт И я её встретил Её утром в лубе Сегодня тоже её первый рабочий день Я знаю, что ты мне можешь так Хочешь сказать И нет Я не рассказывал ей о том, что я охотник И я никогда не рассказываю, понятно? Семьи Синтра Напомню, куда мне сейчас надо пойти Нам надо получить больше информации Семьи Синтра И лично другие девушки Но фото На данный... Так Иди на восьмой этаж Где захоронены останки семьи Обнаружение ведьмы Почему ты так спешишь найти ведьму? То есть Я понимаю, что Это главное здание Но я не должен сделать это в первый день же Не так ли? Шансы на успех обратно Пропорциальны тому, как долго ты работаешь в компании Чем дольше это... Так, у тебя займёт время Тем сложнее будет выполнить задача Что ты подозреваешь под этим? Пока ты раз... Так Разыскиваешь ведьму Есть вероятность, что Она ещё и тебя Если она пойм... Так, поймаю тебя Врасплох Да Он понял, что будет Гол, вернёмся назад туда Если, типа, можно Я хочу по данным Подожди Я хочу посмотреть Что тут за книги с данными Я не знаю, что это Современное искусство На полу Так, валяются другие книги Так, здесь пустая картина На ней надпись, которая гласит Кровь дьявола Почему, мне кажется Типа, кто там, она говорила, да? Чтобы... Странно, что, типа, чтобы... Заключить контракт Нужно выпить крови И там Картина, по идее, с надписью Кровь Странно Да Да, давайте сохранимся Ладненько, погнали Ну, не знаю, блин Сентра может быть ведьма или нет Потому что С одной стороны Да Так, на восьмом Да, они мне говорят Поехали Так, ну там, в принципе, только наверх О, а эти пропали, видите? Это, это похоже на кладбище На вратах Огромный ржавый замок И я не думаю, что смогу пройти Без ключа Похоже, я знаю, где ведьма Похоже, я знаю, что я зря Надпись Сгласит Семейное кладбище Сентра Тысяча восемьдесят Так, тысяча восемьсот Девятдесят четвертый Тысяча девятьсот Восемьдесят третий Память о бедной семье Которая стала Самой важной в столице Пусть зло Никогда не подследует за вами В это место И покойся с миром Чувствуется Мне зря я Тронул этот Аскуда появился Весь этот туман Пахнет Горелым Может это дым? Ты смотри Это у меня сейчас Из-за тебя еще Я думаю Если я спрячусь В кустах И никто не увидит меня Убирайся отсюда И я не расскажу тебе Секрет гоблина Ох, тихо Тихо, тихо Сундук Вы получили Два листа ведьмы Ни хрена Ты Я Оба знаем Невероятный секрет За Завесой Что гоблина Не видим Потому что Он использует Магию общества Ориентированное На Рядового Потребителя Интересно Не на свет Типа Сбегается Тихо 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 Ни хрена Ни хрена Ни хрена Ни хрена О, пакетика О, пакетика Тихо 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 Это улей Я не любил плавить с тех пор, как чуть не утонул, буду ребенком, будучи ребенком, я должен перебраться в другую, другим способом Ты видишь же другой способ А Окей, мы типа согнали туда, давайте передвинем это все дело Типа коробками затолкать Нужно как раз будет к мужику подойти и спросить, что он там забыл Так, хорошо Сюда Наладь, вот это Ну, не сказать, что Я не знаю, кто это вообще Но они Жестко атакуют Бля Ладно, пускай двоем здесь будут Надеюсь, что он меня не заметил Ну, сказать, что это сложно, нет, просто то, что они нападают Нет, 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 никто не знает прошлого этого безумца, я клянусь Гублин был тираном, одержимым и амбициозным Но недавно, недавним временем А сохранить тут я не вижу, да? А здесь костер, но я не вижу никакого Никого вокруг Мы получили ломтик сыра Если есть огонь, вожги Ведьмину бумагу О И здесь сохранение Кашляет Кто там? Я из тех, кто любит курить Так же, как он любит Сэр Деньги Стоп, если есть огонь, сожги Ведьмину бумагу Мне кажется, что стоит сжечь еще одну Ведьмину бумагу, если я хочу снова слышать этот голос Я из тех, кто был ослеплен Строн слизнил Увидеть видим слишком много раз Я не видим, потому что Вы используете магию из общества простых людей Ориентированную на потребителя Вы носите камуфляж Вы призрак Теперь я сумасшедший Но я был Тираном агрессивным и высокомерным Тиран, одержимый амбициозным Существовал с двумя желудками Эм, так Здравствуйте, меня зовут Пасторнак А, Пас-Пас-Пас Пастор-Нах Я, я извиняюсь, но Кто вы тогда? Почему ты тут живешь И эти волосы Ты невидимка И твои глаза О боже, у тебя не от вас Ты собираешься убить меня? Успокойся, успокойся Карма мистера Пас-Пас-Тиса Ты задаешь слишком много под... Так, вопросов Ты выглядишь нелепо Ты должен принимать жизнь как суп С полной ложкой сахара В эти темные времена Люди стали рабами времени Все важно А что-то строк... Так Срочно Беги, беги, беги Я могу тебя поймать Наслаждайся моментом Старый друг, как я Здесь под деревом Со своей сигарой И куском сыром Чтобы Скоротить день Райского наслаждения Если ты так говоришь Тогда... Говорю так Тогда кто ты? А, ну я думаю Я сотрудник мегакорпорации Названный Сентропор Порка Я не так Лесной гоблин Я уверен Я потерял память Пару месяцев назад Когда стал абсолютно безумным Я не помню свою мать Или свое имя Но вот так Ваши шишки Из правительства Зовут меня Лесный гоблин Хотя... Так Хотя я не лес А это место Не настоящий гоблин И тут ты... И что ты тут делаешь? Я имею ввиду Что ты делаешь? Я создаю магию Так С продуктами Магия Да С штрих-кодами Что? Когда я Уда... В смысле Когда я удалился из... Так Удалился из офиса Я нашел себе Убежище В этом одиноком Так Саду И начал Создавать магию Окружающую Созданную Обществом Так Основными На потребителя Как говорится В старой Этрусской Пословице Только когда вы уходите От огня Большого города Вы можете увидеть Ночные звезды В равной степени И равные размеров Мне открылись Все секреты продуктов Секреты продуктов? Да В их Штрих-кодах Я не понимаю Ничего из того Что ты говоришь Отлично Тогда Продемонстрируй То что ты говоришь Мистер Пастерлэк Паннаку Я Но если У тебя нет Штрих-кодов Если Мистер Упаковки От продуктов Которые тебе Нужны Ну у меня есть Пустая коробка Из-под хлопьев Подойдет Ага Отлично С коробки Из-под хлопьев Супер мощные Самые сильные Завтрак лучшие Вафель И Кроссанов Вы даете Коробку Из-под хлопьев Лесному гоблину Главный Лесный штрих-код Ага Вижу Этот код Соответствует Магии Ядовитого глаза Контракт Который ты видишь На камне Позволит тебе Дышать в Токсичных средах Полный Так Полных Пердежа Я могу Сделать тебе Копию Если ты мне Дашь Две ведьминых Бумаги В качестве Заложения Я Я смерть Пришла Я забыл Тебе сказать Я также Продаю Пустые Ведьмины Бумаги Опа Я полагаю Они тебе Знакомы Не так ли Я продаю По 10 тысяч Кредитов За штуку Хотя я Снизу Цену На 50% Они стоят Один кусок Сыра Каждое О чем Вы хотите Поговорить Кладбище А ты знаешь Что-нибудь О том Кладбище Там Живет Ведьма Что Это правда Нет Нет Да Наверное Пожалуйста Это важно Я Толком Так Я толкал Врата И услышал Крик А также Мне показалось Что я видел Что-то Или Кого-то Может Она Ведьма Я не знаю Что ж Соберись Смыслами Так Так Ведьма Правда Ли То Что Они Говорят Что Ты Так Видел Ведьму Я Не хочу Говорить Об этом Упс Извини Я Видел Ведьму В 8 Раз Каждый Раз Это Происходило По Одному Сценарию Сначала Ты Чувствуешь Тревогу И Хочешь Убежать Но Не Знаешь Почему Потому Гаснет Цвет И Ты Чувствуешь Что Воздух Вокруг Тебя Сгущается И Давит На Тебя А Потом Шипение Которое Взгрызается В ухо Как Игла И Поцелуй Поцелуй Будто Кто-то Поцеловал Тебя В щечку Сначала Я пытаюсь Спрятаться Или Убежать Как Остальные Потом Я Перестал Он Не Хотел Меня Убить Она Меня Пытала Так Она Меня Пытала Она Всегда Делала Так Что Мы Союзники Вокруг Исчезали Она Оставила Меня В живых Каждый раз Когда Я Ее Увидел Она Сводила Меня С ума Все Больше И Больше Я Выколол Себе Глаза В Последний Раз Когда Она Пришла Ко Мне И Поселилась Здесь Поселилась Здесь Тех Пор Я Не Видел Поселился Наверное И Ты Никогда Не Смог Так И Ты Никогда Не Смог Узнать Кем Она Была Нет Если Если Бо Я Знал Если Бо Я Знал То Не Смог Бо Забыть Я Всегда Думал Что Я Не Знаю Она Может Быть Кем Уход На Волшебные Контракты Можешь Мне Снова Объяснить Про Волшебные Контракты С Легкостью Паста Кунеку Что Ты Видишь Что Ты Видишь Коробку Из Под Печень Для Жжащей На То Ты Можешь Превратить Их В Волшебные Контракты Если Ты Хочешь Купить Один Из Них То Дерзай Прошепчи Свое Имя В Бинарном Коде И Потрать Несколько Ведьминых Бумаг Это Ведьмина Бумага Она Стоит Один Кусок Сыра За Штуку Стоит Ли Купить Да Ну Типа А чё Почему Некоторые Игроки Жалуются Что Мало Бумаги Я Много Вы Подписали Контракт Защищающий От Ядовитого Газа Отлично Закрыто Я не могу Открыть Его Голыми Руками Ясно Чё Тогда Возвращаемся Получается Но Я могу В принципе В яде Дышать Поэтому Да Можно Возвращаться Жалко Что Здесь Быстрого Перемещения Нет Малайз Жёстко Преследует Они Преследуют Их Пизя Тебя Так Тоже Где-то Качали Да Были Да Вот Они В принципе Я могу Возвращаться Потому Что У меня Есть Сопротивление Сколько Они Вообще Дамажат Подождите В принципе Мало Хотя Они Мне Ударили Сколько Три Раза Так Ули У нас На Четвёртом Где У нас Ещё Был Я На Третьем О Привет Душа О Да Конечно Конечно Поставь Её Сюда Что О Привет Здорово Что Случилось Чувак Я Решил Знать Чем Ты Здесь Занимаешься Ты Гуляешь По Компании Не Так Ли Что Ж Добро Пожаловать В рай Электронного Мусора Дружище Здесь Я Чиню Все Понемногу Компьютеры Принтеры Телефоны Мне Также Нравится Собирать Компли Тучи Для модифицирования техники Или для Своих Экспериментов Но Это Секрет Ты Работаешь Один И Никого Тебе Не Помогает Да Правда Раньше Было Больше Людей Но С Того Момента Несчастных Случаев На Работе Были В Порядке Вещей Ты Понимаешь О чем Я Да Понимаю Кстати У меня Не так Много Работы Здесь Люди Не Могут Различать Включить Включен Компьютер От Выключенного Проблемы Накапливаются Годами Никто Ничего Не Говорит Поэтому Я Сам По Себе В Компании Хаос Я Не знаю Как Она Все Еще Работает У Мне Есть Теория Которая Сведет Тебя С ума Хочешь Расскажу Конечно Сначала Выкинь Все Старую Чушь О Ведьме Из Головы Мы Слишком Старые Для Того Чтобы Верить В Сказки Смотри Все Просто Компания Машина А ее Частье Благодаря Которой Она Работает Сотрудники И так Далее Понимаешь Более Менее Например Представь Что Компания Это Принтер Который Стоит У тебя Дома Стоит У тебя Дома Однажды Он Захватывает Два Листа Бумаги В Другой День Он Печатает Что То Не То В Третий День Заживает Так Зажевывает Бумагу Путает Файл Который Ты Отправил На Печать Понимаешь Типичные Проблемы Принтеров Ага Ты знаешь Что Эта Черт Чертова Штука Взбестилась Она Сломалась Или Еще Чего И Ты Зовешь Своего Друга Друга На Доши Чтобы Он Присмотрел За Ней И Не Починил И Починил Для Тебя Круто Но Чувак Что Если Эта Штука У Этой Штуки Нет Хозяина Что Если Существо Так Существует Только Принтер Кто Узнает Что Он Сломан Все Детали Работают Захватывают Бумаги Печатают Может Глючит Иногда Но Работает И Вот Что Происходит С Компанией Она Сломана Она Испорчена Но В то же Время Она Все Еще Работает Понимаешь Дошел Что Так Возвращайся Из Астрала Перейдем К делу Друг Кроме Того Что Я Философ И Ремонтник Я Еще Продаю Кое Что Хочешь Взглянуть Конечно Я Продаю Эти Алкалиновые Батарейки Высшее Качество За 100 Капуст За Штуку Почти Даром Я Постоянно Чиню Серксы Поэтому У меня Скопировалось Пару Катриджи С Чернилами Я Могу продать тебе их По 150 Цена Как раз И Наконец-то У меня Есть Это чудо Искусство И технологии Так Слились В единое В виде Пластиновых Трубок Которые Могут Светить Часами Ты Можешь Принести Их В руки Или Положить На пол И Позже Опять Подобрать Очень Удобно Когда Кончаются Батарейки Они Стоят 125 Капсул За Штуку Но Так Как Ты Новичок Я дам тебе Три штуки Чтобы ты Их Использовал Ты Их Полюбишь Ух ты Спасибо О Спасибо Они очень Приходятся Чтобы я Смог Ходить По Этажам В этом Здании Так Мало Света Ты Ты Много Оходишь По Зданию Да Приходится Ходить Туда Обратно Но Ты Просто Оходишь Или Ты Рыскаешь По Ящикам И Столиком Ну Всего По Маленькому Отлично Тогда Возможно Ты Сможешь Мне Помочь Смож Так Сможем Так Я Работаю С Другими Вещами Помимо Того Что Ты Видел Здесь Я Схожу С Ума По Одной Ценности Которые Хочу Починить И Я Ищу Так Ее Части По Всему Зданию Если Ты Найдешь Одну Из Них Я Могу Тебя Щедро Вознаградить Может Они У меня Уже Есть Но Что Они На Что Они Похожи Это Электронные Компоненты С Матого Красным Покрытием Если Ты Мне Принесешь Такую Штуку Я Могу Дать Взамен Очень Хорошие Вещи Не Думай Что У Есть Что Подобное Спокойно Чувак Если Найдешь Так То Ты Знаешь Кому Ее Давать Дот Матрица Что Такой Дот Матрицы О Я Могу Тебе Говорить О Месяцами Вкратце Это Матричные Так Принтеры Да Но Посмотрим Если Ты Приставишь Пистолет К Своему Виску Ты Знаешь Что Небудь Об История Сентракорп Честно Не Совсем Люди Подзабыли Что Эта Компания Была Лидером В Так В Области Технологии В Семьдесятых До Того Как Она Начала Обслуживать И Работать С Данами В Те Дни Шестой Этаж Был Заполнен Научными Исследованиями И Разработками Мультифункциональными Компьютерами Ксероксами Принтерами Работами И Роботами И даже Сканерами Памяти Народ Экспериментировал С разными Вещами Но Хотя Они Зарегистрировали Кучу Прототипов Дальше Дело Не пошло Итак Я считаю Что Док Матрица Провалившийся Эксперимент Центракорп По слухам Они происходят Когда У одного Из ученых Работавших Над ними Попала Рука Между Иглами И Результат Очевиден Можно Их Как-то Из Так Избежать Столкнувшись С ними Они почти Слепы Но Они чувствуют Вибрации Голоса Из земли Из земли Не убегай от них До тех пор Пока У тебя Не останется Выбора Еще Эти твари Любят чернила Не забудь Взять с собой Немного Чернил Чертеж С чернилами Но Используй их Для Дот Матрицы Так Поймают Так Дот Матрицы Поймают Тебя Тогда Они Тебя Отпускают И ненадолго Оставляют В покое Купить Припасы Я хочу Кое-что Купить Конечно Чувак Просто возьми Что нужно И оставь Здесь Кредиты Так Подожди Сколько Мне денег Там Не хватает Окей Могу я Пойти В ту дверь Слушай Чел Буду Очень рад Эй Чувак Лови волну Позитива Но Не подходи К этой Двери Добро О Стой Я могу Там Под столом Пролезть Мне кажется Там Что-то Есть Да Пусто Ничего Типа палочки Они мало Свещать Но Они Бесконечны В нашем Случе Мы все равно Нужно Даже Батарейки Купить У нас Их Еще Девять Целых Штук То есть У нас Их Еще Много 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 Ай В смысле Он меня Атаковал Что-то Херня Он хотя бы Немного Нанес Ладно Что мы Сделали У нас Сопротивление Ядом Есть Поэтому Полетели Вулей Это Четвертый У нас Я понял Я понял Я понял Бежим На свой Пятый Я понял Что Здесь Что-то Происходит Плохое Привет Соса Как дела Все в порядке И совсем не болит А ты Дети Хьюга А дети Ведьмы Кладбище Секретный Клуб Кладбище Ты знаешь Кладбище На 8 этаже Да Кто тебе о нем Рассказал Ты ходил Туда Да Но Я там Побродил И потерялся Никто не ходит Рядом с тем Месо Пастернак Там похоронены Члены семьи Синтра Основатели Компании Эту семью Всегда ассоциировали С ведьмомством Некоторые Сотрудники Уверждают Что Она там Кладбище Живет Она На твоем месте Я бы так Там не ходил Секретный Клуб Хьюг говорил Что у вас Есть секретный Клуб Ты хочешь Вступить У нас Свободная Регистрация Нет То есть Я не знаю Расскажи мне О нем О конечно Он называется Видеоклуб Мистерио Дан Дан Тебе нравится Название Конечно Название Интересное Это видеоклуб Где мы Смотрим Фильмы ужасов Авторское Кино Би Сериалы А также Мы снимаем Наши собственные Которые Фильмы Так Фильмы Ужаса Я уверен Что тебе Встретились Наши видеокассеты Мы спрятали Копию По всему По всему Зданию Если кто-то Найдет Их То Воскликнет Ого Что это за Тайна Ого Как креативно И вы сами Сняли Короткометражки Некоторых из них Я сама Снималась И по возможности Я помогаю Их снимать Но Главная Звезда Мэпи Наша режиссер Мэпи Она Так Интроверт Она может Заметить Все странности Окружающие нас И превратить Их в Искусство Итак Пассермак Присоединишься К видеоклубу Мистериум Да Давай же Почему нет Отлично Отлично Теперь Настрой Вот И я сделаю тебе Так Тебя Временная Айди Вы получили Членную карту Видеоклуба Мистериум Хьюго Слушай Ты Боишься Хьюго? Извини Если я Слишком Прямолинен Это он Послал тебя Чтобы спросить Это А он Где-то Прячется И подслушивает Что? Не Давай Не думайте Что он Он постоянно Так делает И вещи Так И вещи Так Похуже Тоже Пассернак Все боятся Хьюго Он работает в компании Долгое время И поднимается С нижних этажей У него есть Связи На Так На каждом этаже И он Свободно перемещается По компании Ты еще не видел Жабу? Я видел ее Что Это за костюм? Супер Жаба Его Альтер Эго Предполагает Что это Супер Герой Компании Но На самом деле Это лишь Отговорки Чтобы творить Все что ему Угодно Ничего не Объясняю Он очень умен Пассернак Он всегда Прикрывает Себя Спину На людях Так На людях Он Веселый И слегка Похабный парень Который Разыгрывает Блять Разыгрывает Новичков Но стоит ему Надеть костюм То он Чувствует себя Неконтролируемо И ощущает Свою Безнаказанность Прячаясь За маской Он делает Все что ему В голову Взбредет И поверь мне Он без колебаний Приступит Через любого Кто встанет У него на пути К его цели Но что это за цель Чего он хочет Я думаю что он хочет Стать следующим Управляющим Компания Пожалуйста Пастернак Если он узнает Что я разговариваю С тобой Спокойнее Я никак Так Я никак к лиему Не верю Я ему ничего Не расскажу Дети ведьм Ты мне что-то Рассказала О детях ведьмах Кто они Это существа Состоящие у нее На службе Ты можешь сказать Что они ее Лейтенанты Они свободно Ходят по компании Хотя если ты Проработаешь В компании Некоторое время То поймешь Какие места Самые опасные Например На этом самом этаже Находится парень Который ты видел В офисе Д В архивах Есть паук В улье Ты сможешь Постричаться С девочками Из отдела кадров И Дот Матрицу Дот Матрицу Они самые опасные Советую поговорить С Доши На третьем этаже Если хочешь узнать О них больше Но откуда они Все появились Компания Гниет изнутри Астернак Разве ты не видел Отравленный воздух Растворенное По зданию Все работники Которые входят В его Заражаются И в конце концов Она их Трансформирует Но У этой Так Вы не должны быть Источник Из огромного Котла У нее есть Огромный котел И она там Экспериментирует Она погружает Пойман Пойманных Рабочих В эту мерзость Мерзость И превращает их В своих детей Видеоклуб Мистери Ты еще не смотрел Наши видеокассеты Клуба Мистери Я видел несколько Ваших короткометражек Очень Таинственно Но если честно Я немного Немного понял Понимание Приходит после Просмотра всех Кассет Сколько их Всего Это тайна Окей Давайте Вот я сейчас Думаю Так Нам сохраниться Нужно Да И наверное Это мы закончим Сыр я буду Наверное Тратить на то Чтобы Блин Мне картриджи Нужно где-то еще Искать И все Такое Ладно Давайте На этом Закончим Поэтому Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи И до новых встреч Друзья Всем пока